Носоль. Чистий нис, здоровый нис. Ильи Ирада здесь бьет ключом. Самые интересные периоды – весна и осень. В пустыне начинается большая миграция. Дважды в год после посева и сбора урожая кочевые народы отправляются в долгий путь. В поисках еды для своих животных. Чтобы увидеть необычный образ жизни местных племен, мы отправляемся вглубь песчаных равнин. Вот, друзья, мы уже в самой-самой настоящей пустыне. Посмотрите вокруг, какая красота. Бесконечные дюны. Вот здесь тоже городской транспорт. Это тук-туки. В виде маршруток используются вот такие трактора. И в них едут люди. Очень часто используются ослики. Чем ближе к поселениям людей, тем больше встречаешь домашних животных. Здесь часто забываешь о том, что ты находишься посреди пустыни. Привет! Вот так, друзья. Когда проезжаешь поселение в пустыне Челестан, то очень часто приходится сталкиваться с пастухами. И так постоять в пробке, пропуская целое стадо. В данном случае косточек. И в конце верблюд. Это еще не самое интересное. Верблюд вообще, как мы все знаем, называют верблюда кораблем в пустыне обычно. Так вот здесь, в этих местах верблюд, это вообще национальная гордость. Есть профессия кочевника. Я бы сказал даже, что это не профессия, а стиль и образ жизни. Потому что люди 365 дней в году кочуют в поисках мест, где есть вода и где есть пища для верблюдов. Собственно, мы сейчас тем и занимаемся, что ищем кочевников. Кочуем по этим дорогам пустынным и ищем большое-большое стадо верблюдов. Перед тем, как отправиться на поиски жителей пустыни, ищем заправку. Ведь пока непонятно, как далеко придется заехать в поисках кочевых племен и где следующая заправка. Саламу алейкум. Есть 95-й? 92-й? Да. Давайте до полного. Заправки такие очень необычные. Вот просто колонка, торчащая посреди поля. Одна колонка. Видите, работают дети. А ты давно здесь работаешь? Где-то год. Сколько тебе лет? 14. Спасибо большое. Скажи, а где найти верблюдов в большие стадо кочевников? Нужно ехать вглубь пустыни. Поехали искать верблюдов. Вам удачи. До свидания. Как только мы съехали с основной дороги, я понял, что поиски простыми не будут. Особенно с моим нарядным транспортом. Да, не лучшая идея была выбрать такой мотоцикл для пустыни. Не совсем он для этого предназначен. Носит его. Застреешь тут в этом песке. Тяжело. Но, к счастью, совсем скоро мы рассмотрели вдалеке большое стадо легендарных горбатых животных. Вот, друзья, приближаемся к погонщикам верблюдов. Вот здесь барханчики. Уже дальше мотоцикл не пройдет точно. Паркуем его здесь. Наш гид его посторожит. Стоп! Мой железный конь уже не способен вести меня дальше. Поэтому последние километры придется пройти пешком. Естественно, я еду не один. С нами гид, оператор, водитель. Оставайся здесь, а мы с нашим гидом пойдем пешком уже туда. Обязательно головной вор. Ну что, пошли. Вот появляются первые верблюды. Я вижу погонщиков. Это и есть тот самый кочевой народ пустыни Тар. И, скорее всего, мы уже знакомы с этой народностью и их нравами. Ученые считают, что известные нам ромы или цыгане, как их еще называют, пришли именно из индийских племен, населяющих штат Раджастан и территории пустыни Тар в Индии. В Индии, где до сих пор негласно действует кастовая система, этот кочевой народ относится к самому низкому социальному классу. У этих людей нет даже своего дома, ведь они все время кочуют. Как же выглядит их жизнь в современном Пакистане? Это мы скоро узнаем. вот это верблюжий рай. Смотрите, сколько их. Вау! Ассалам алейкум! Алейкум ассалам! Меня зовут Дима, вас зовут как? Меня зовут Аман Мазареди, Шабек Хан, Саля Нульман. Вы есть те кочевники, которые пасут верблюдов всю свою жизнь. Да, продолжаем дело наших предков. Можно к вам присоединиться? Да, можно, если жару выдержишь. Мы будем идти до Мултана, а оттуда до Синда. Это же вся страна практически. Вы всю страну пересекаете? Ничего себе. Да, почти весь Пакистан. Вы представьте, мы в пустыне Чулестан, а они идут в Мултан. Это огромное расстояние. Здесь по дорогам ехать долго, а пешком с верблюдами это вообще представить сложно. Вы просто живете в пустыне и все время идете, идете, идете. Летом, когда совсем жарко, мы в городе. Остальное время в пустыне. А вот я так понимаю, сейчас это то место, где есть еда. Вот такие колючки, любимые лакомство верблюдов. И этот лагерь стоит до тех пор, пока колючки вокруг не закончатся. Когда они заканчиваются, вся группа перемещается в следующее место. Скажите, а вот для чего вы их выращиваете, разводите? Это все на продажу? Да, себе молоко берем, а большую часть верблюдов продаем. Сколько стоит один верблюд? В среднем 300 тысяч рупий. 2000 долларов. Откуда клиенты в основном? Из каких городов? Из Дубая, Саудовской Аравии, Кувейта, из Америки. По всему миру продаем. У нас есть один очень крупный клиент. Шейх из Эмиратов. Но из-за коронавируса в этом году он не приедет за верблюдами. И это очень плохо. Сколько он покупает? Около тысячи верблюдов каждый год. и покупает дорогих верблюдов по 400 тысяч рупий. Тысяча верблюдов в год? 400 тысяч рупий умножить на тысячу верблюдов в год, да? Два с половиной миллиона долларов у вас выручка с верблюдов? Почему я здесь не вижу частных самолетов, роскошных шатров? Это же не все мои верблюды. Тут тысячи человек, которые продают их. И каждый зарабатывает понемногу. А когда удалось продать верблюда, покупаем маленьких и выращиваем. А, то есть вас тысяча погонщиков. Я понял. А зачем шейху из Дубая столько верблюдов? У них есть завод, который производит верблюжье молоко. В общем, верблюжье дело прибыльный многомиллионный бизнес. Правда, большие деньги проходят мимо местных цыган. Все, что остается им от кораблей в пустыне, это время от времени довольствоваться верблюжьим молоком. А вот верблюда доят маленький ребеночек. А, пьет сам молоко. Друзья, видите, погонщики верблюдов пьют верблюжье молоко сами. Попробуй и ты. Не-не, я пока не готов. Не голодный сейчас. Ну, кстати, друзья, верблюжье молоко это одновременно и источник воды и источник энергии. Это пища. То есть, если ты в пустыне, то ты можешь пить молоко верблюда, и тогда ты и от жажды не умрешь, и от голода. Это два в одном. Верблюдец Адромедар, а именно так называют этих однокорбых верблюдов, может давать в среднем 20 литров молока в день. И при этом выживать без воды до двух недель. Поэтому верблюжье молоко это основа рациона кочевых племен. Тяжело себе представить, что так проходит вся жизнь людей. Они рождаются в племени верблюжьих погонщиков и всю жизнь просто перемещаются по пустыне Тар. Сейчас начинается самая интересная, друзья, часть экспедиции, когда мы ничего не знаем наперед. Мы сейчас просто плывем по этому песчаному течению вместе с этой рекой верблюдов и смотрим, что происходит, куда нас это течение приведет. Сколько у вас всего верблюдов? У каждого по 10-15 своих верблюдов. В сумме их 400-500. Расскажите о себе, пожалуйста. Мне 50-60 лет. То есть погрешность допускаете в 10 лет? Вы что не знаете? У вас нет документов? Документы есть. Я не знаю, как посчитать. Вот, считай сам. 54 года вам. 67-го года рождения. То есть вы не смотрите в принципе дату рождения, не отмечаете дни рождения? Нет, отмечаю только дни рождения детей. У меня их 8. А свой никогда. Нет ни времени, ни денег. 8 детей. А где они живут? В лагере? Да, в лагере ждут меня. Лагерь кочевников и их семьи мы увидим вечером, в конце рабочего дня. А пока изучаем тонкости выпаса огромного стада горбатых. Очень сильно разбрелись верблюды. Смотрите. Раз, 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 и уже вот так вот. Они со всех сторон. И как вы их потом собираете? Они не убегают от вас? Они не убегают. Если мы их зовем, они даже приходят. То есть они, можно сказать, ручные верблюды, да? Они с нами с самого рождения. Мы их тренируем и они привыкают. Кстати, диких дромедаров в природе не осталось. Все животные одомашнены и используются для перевозки грузов или верховой езды. Верблюды снабжают местных жителей и молоком, и мясом, и шерстью. Интересно. Ну, идемте. Или я смотрю, у вас рабочий день, это вот так вот, лечь на песке. Вот я сейчас, друзья, покажу вам типичный день рабочий, если я не ошибаюсь. Можно, да? Это правильно так лечь? Если я погонщик верблюда? Да, так у нас проходит рабочий день. Бывает, когда мы не успеваем вернуться в лагерь, так и ночуем. Наконец-таки я увидел изнанку этого процесса. Мужики все легли и просто лежат, отдыхают. Вот сколько, в принципе, часов в день приходится идти, а сколько часов в день вы просто сидите, лежите, пережидаете жару. Иногда нам приходится очень долго ходить, чтобы найти кустарник. Когда есть еда для верблюда, тогда мы и отдыхаем. А так можем лежать где-то с пяти утра до семи вечера. Да, это тяжелая работа. Быть пастухом верблюдов. Лежишь по 12 часов в день. Таким трудягам не позавидуешь. Самое главное, не сгореть на работе. Ну что ж, отдохнули, можно и пройтись. Пройтись. Я уже приготовился к марафону, но, как оказалось, пешая прогулка у кочевников это не очень длительный процесс. Вот, прошли. 20 метров и снова сели. Если можно не стоять, а сидеть, пакистанец садится. Если можно не сидеть, а лечь, пакистанец обязательно ложится. Если можно не просто лежать, а можно поспать, пакистанец будет спать. Если можно что-то не делать, вместо того, чтобы что-то делать, пакистанец предпочитает не делать. Обманываю ли я? Лучше спросить у пакистанца. Это мои наблюдения, иностранца, который пять месяцев провел здесь. Ну, мы такие. И когда надо отдыхать, надо отдыхать. тихий час закончился ну ладно вот так вот продолжаем изучать быт погонщика верблюдов погонщик верблюдов шел прилег поспал стал пошел дальше могли бы еще полежать спустя несколько часов рабочий день закончился и мы отправились базовый лагерь кочевников мы с вами уже были в гостях у этого народа в индийской части пустыни посмотрим насколько отличается их быть с пакистанской стороны пустыни уже я вижу практически пришли в лагерь я вижу какое-то скопление народа да вот это лагерь кочевников то есть здесь нет ничего капитального все передвижное тележки кровати представляете люди живут вот так вот всю жизнь если у них просто нет дома не просто живут в пустыне женщины вот занимаются домашним хозяйством готовят что-то асалам алейкум как зовут девочки риана как певица тебя как зовут сальма девочки вы так смотрите на меня будто бы впервые увидели белого человека впервые или нет первый раз привет привет так осторожно привет ты более смелая явно видела иностранцев нет не видела я из украины ты знаешь где украина откуда же я знаю где она вы здесь пользуетесь интернетом нет друзья я нашел райское место на земле здесь дети не знают что такое интернет никогда им не пользовались будущее детей рожденных семье кочевников определено наперед они продолжают жить как и их родители кочуя по бескрайним просторам пустыни здесь не знают что такое школа дом электричество компьютер такие пришельцы как я нередко даже пугают людей а незнакомая речь очень смешит здесь словно другая планета и другая жизнь видите для мытья посуды используют траву воду и песок покажи мне свою мочалку вот друзья как гарь снимают берут траву песочек вот так вот мою сосуду есть как песка больше подсыпай лучше будет видишь кто бы тебя научил если не иностранец в быту пустынные цыгане используют то что удается найти в пустыне и крайне редко едут что-то покупать в городе а место где живет семья очень сложно назвать домом а вот это и есть ваше жилище собственно да вот эти три кровати да потом когда заканчивается корм для верблюдов вы кровати погрузили на осликов и дальше поехали да мы забираем все это и уходим а у вас вообще нет дома никакого нет давай я тебя отведу помыться ты совсем грязный да я думаю что мне нужно умыться слушайте вы расходуете воду для мытья для вас не жалко вы гость это не проблема а сами вы пользуетесь водой для умывания да а где вы берете эту воду мы едем на ослах и набираем воду там где она есть так мужики я к вам присаживаюсь посмотрю как у вас тут обустроен быт что сказать друзья типичные кровати для пакистана одеяло под которыми спят холодно ночью здесь да здесь ночью холодно это особенность пустыни днем жарко ночью холодно молодой человек здравствуйте мы с вами не знакомы еще как зовут амер амер у вас очень необычное лицо я в пакистане не видел еще мужчин с такой внешностью это потому что у него глаза накрашены а почему вы красите глаза это помогает глазам а чем это вы красите сурмака джул вот это из обычного магазина для женщин да зачем вы красите глаза не понимаю мне нравится и глаза не портятся это для того чтобы зрение хорошее было а кто еще красит глаза здесь вы один или есть другие мужики которые красит глаза да все используют все используют дайте внимательно посмотрю я не замечал да у вас покрашенные тоже как вас зовут амер опять амер вы два мира это мой дядя вот так вот представляете мужики красит глаза говорят что она конечно непривычно видеть накрашенными мужчин да еще и посреди пустыни но сурьма это косметический карандаш в состав которого входит натуральная сажа или измельченные минералы а еще антисептические вещества растительного происхождения такой метод использовался еще в древнем египте знатные женщины а потом и мужчины чтобы защитить глаза от недугов и вредного воздействия солнца красили глаза поэтому в пустыне такой макияж наносят даже младенцам правда польза его не доказано здесь красить глаза это норма это полезно давай тебе накрасить и мне тоже закрой глаза господи первый раз мне красят глаза вот так неожиданно я попал в пустынный салон красоты а мой новый знакомый стал визажистом о господи возьми себе это подарок подарок не спасибо я не буду красить больше я у вас похожу так вот спасибо а вот верблюды пришли кстати пока мужики вместо того чтобы пасти красили глаза верблюда пришли сами я вот знаете я не вижу себя но я чувствую что я выгляжу не очень с этими глазами и и вот так вот собственно укладываются на ночлег верблюды они достаточно миролюбилы только надо руку не подставлять пошел кусить может скажите почему ногу подвязываете подвязываем чтобы не ушел рядом есть пустынные поселения верблюды могут уйти туда испортить кому-то урожай так вот представляете приходится подвязывать ногу так жалко скажите а что это за кольца на ногах вот такие это называется джанеп примерно как браслет для женщин они громко звенят и украшают верблюдов бусы вешают и вот такие браслеты звенящие слушайте но ему же так не комфортно неудобно стоять она потом сядет вот то есть вреда это верблюду не наносит никакого потому что он спит лежа и красивые малыши сколько им 15 20 и 10 дней прикольные такие смотрите какая прелесть друзья верблюжонок которому 15 и этом 8 дней какая милота 8 дней совсем маленький расскажите они что рождаются уже такими активными и им не надо время на развитие мне нужно учиться ходить нет он уже через два-три часа после рождения начинает ходить это мальчик или девочка мальчик мальчик а вы даете имена верблюдам да этого зовут ладу вот так вот быстро растут да быстро через три года он уже будет взрослым верблюдом а что вы делаете дальше сейчас будем кушать и спать как только солнце зашло в лагере кочевников началась активная жизнь все разжигают костры и готовят ужин для своих семей типичный вечер кочевников мужики сидят с кальяном женщина готовит хлеб ротти вот он уже в готовом виде так выглядит еще вот традиционная еда картошечка с чем-то хозяюшка можно спросить как его зовут назиро биби назиро биби и вы все время готовите каждый день на всю толпу мужиков которые сидят кальян курят да каждый день вы всю жизнь кочуете по пустыне да у нас такая жизнь чем отличалась жизнь кочевника несколько десятков лет назад такая же была мне 80 лет ничего не изменилось я вам хочу сделать комплимент вы говорите вам 80 лет вы очень хорошо выглядите вы очень активная спасибо в чем секрет как 80 быть такой активной и бодрой натуральная еда масло и свежее верблюжье молоко пошли я угощу тебя верблюжьим молоком очень вкусная ты за весь день так и не попробовал его в общем я тут всех обидел потому что молоко не попробовал еще верблюжье надо обязательно вот дует я впервые в жизни попробую парное верблюжье молоко что ты поел маленький да он наелся и ты пей давай знаете не знаю почему вроде бы коровье молоко парное обожаю из под коровы козья обожаю а вот верблюжья как-то вот у вас непривычно молоко коровы жирная тяжелая а это легкая впервые в нашей программе парное верблюжье молоко я вам расскажу его вкус теплое горячее практически вкусно я вот не могу сказать чтобы она отличалась от коровьего как по мне в обычное молоко нет это вкуснее дай мне я допью полусам текло рот попадала вкусно любите такое да да очень после дегустации молока мы вернулись к ужину а вы едите в основном вот эти ротти хлеб основном да это основной рацион да а можешь мне тапки купить тапки купить да я понял этих людей не зря называют цыганами вот все постоянно просят деньги все просят тапки что что-то все время просят хотите попробовать нашу украинскую еду да давай во первых черный хлеб это наша ротти а приехал с украины очень вкусный к моей еде кочевники сразу отнеслись с недоверием не понимаю из чего это ты сам такое ешь конечно с удовольствием я его обожаю и теперь самое интересное я у вас гостях поэтому у нас сегодня праздник я вам привез икру знаете что такое игра нет праздничное блюдо у нас едят его на новый год на день рождения это знаете как признак достатка признак того что в семье все хорошо и стол вы знаете не бедный как вы и просили я сначала попробую сам у меня нормально теперь будете страшно как-то шеф держите ты ешь давайте вы я вашему вас купил вы ешьте мою икру давайте они войти давай ты господи смотрите повторяем за мной открывай рот если я съем ты мне дашь какой-то приз какой приз да все что угодно хорошо договорились съедаешь получаешь приз вместе раз два три что не так что плохо это красная штука мне не понравилось значит приз плюется значит приз не заработал я считаю что твоя еда нехорошая а чем она нехорошая это рыбные яйца просто и все ну и как ты поймал эти рыбные яйца это специально выращивают на фермах а потом специально собирают кто-то еще будет пробовать нет 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 совсем скоро выяснилось что у пустынных цыган не принято отпускать гостей без подарков только вот подарки тут не дарят а ожидают от гостя причем похоже в обязательном порядке а еда подарком не считается дай мне нож твоя еда мне не нужна ножик я тебе не дам это мой ножик ребята ножик нет а что не хорошо хотят ограбить в один момент гостеприимство кочевого народа вдруг растворилась и появились прямые угрозы отобрать у нас технику и вещи здесь конечно интересные люди надо уходить охрана сказал вам а утра ведь сказала быстрее идти к машине мотоцикл погрузили в машину уходим но уехать от этих людей не так-то просто в машину где лежит вся наша аппаратура залезли мужики а остальные обступили ее вот друзья проблемы нас не выпускают на заблокировали уходим давай быстрее садись в машину мы вас не отпустим пока не заплатить вообще не заходят зашли в машине и сели и не знаю вообще они что-то хотели грабить это ужас какие жадные люди теперь требуют деньги мы не можем уехать после долгих споров нам пришлось откупиться чтобы нас отпустили охрана говорит срочно уходить в общем друзья какая-то жесть просто это вообще нереально вот машина военных они загрузили мой мотоцикл в машину сказали что дальше на мотоцикле ехать опасно и и сказали что нужно срочно отсюда уезжать потому что очень опасно могут ограбить вот и не стучат в окно ко мне вот пожалуйста мы едем за военной машиной и нам говорят что нужно уезжать потому что это самый дикий народ в пакистане и пакистан и в мире я бы сказал почему ну перед теме ты сам виден они как поступает они да вообще не понимаешь что кто к нам пришел как уважать они все хотят деньги грабят все темно они все хотят у этого у них время они все хотят грабить им видно что когда-то пришли в машине такие все вот так неожиданно мы покидаем это место понятно что мы сюда уже не вернемся у меня были планы заночевать у меня были планы приехать на рассвете посмотреть как просыпается лагерь верблюды но тут действительно я понимаю что в данном случае слава богу что с нами есть охрана слава богу что есть военные и люди которые понимают как реагировать в таких ситуациях как действовать ох ну что друзья тем не менее мы увидели жизнь кочевников заканчивается история которая так красиво начиналась пустыня верблюдов и красивых историй о кочевниках завершается тем что мы просто убегаем отсюда в пакистане существует немало мест куда иностранцам не рекомендуют ехать но именно в регионах не избалованных туристами можно найти нетронутый мир с фантастическими обычаями местных жителей поэтому небольшие трудности нас не останавливают и мир наизнанку отправляется дальше в город который иностранцы прозвали закрытым или городом тюрьмой его советуют обходить стороной почему и как там встречают гостей мы проверим лично но впереди еще долгий путь по пустынным районам пакистана итак друзья добро пожаловать Белуджистан Белуджистан это самая большая провинция в пакистане она занимает 44 процента от площади страны а проживает здесь всего 5 процентов населения все потому что условия для жизни тут очень сложные вокруг сплошная пустыня и горы неплодородные почвы климат засушливый и крайне не хватает воды вот такие неземные пейзажи и программа у нас друзья предстоит очень насыщенная то что мы увидим еще не видел практически никто из иностранцев потому что регион пока еще закрытый и то что мы будем показывать это настоящий эксклюзив у пакистана очень неоднозначная репутация еще совсем недавно страна считалась опасной для туризма сегодня ситуация меняется многие регионы и города например такие как Исламабад и Лахор открыты для иностранных гостей и относительно безопасны туда может приехать каждый но попасть в Белуджистан без специальных разрешений туристу очень сложно или практически невозможно бывают приезжают самые отчаянные бэкпекеры самые смелые самоотверженные путешественники которые готовы к непредсказуемым обстоятельствам во время путешествия готовы к тому что в этом регионе могут в принципе похитить готовы к тому что можно оказаться в заперти на неопределенный срок и путешествовать только под конвоем и мы в сопровождении раз два четыре машины нас встретили на подъезде к городу так будем ездить по всему Белуджистану по другому никак и сейчас приближаемся к самому сердцу к столице городу Квета Квета самый крупный город провинции здесь проживает больше миллиона человек название города переводится как крепость потому что он окружен горами но с другой стороны здесь есть и настоящие крепости для иностранцев приезжие здесь очень часто оказываются запертыми в отеле или в полицейском участке а в лучшем случае могут передвигаться по городу в сопровождении охраны все это для безопасности потому что в городе очень часто происходят вооруженные конфликты и теракты это место для тех кто хочет побывать там где вообще нет массового потока туристов регион практически не исследованный то есть вы можете стать немножечко колумбом немножечко первооткрывателем сейчас мы первым делом должны переодеться и надеть традиционную одежду шевралкомист потому что сильно привлекаем внимание четыре машины, два мотоцикла это небезопасно мы с вами в Квете все иностранцы под битвенным контролем особым наблюдением и особенной охраной вы не можете здесь передвигаться свободно вы сможете находиться только в отеле и выходить за его пределы исключительно в сопровождении либо охраны либо местного гида но в общем самому погулять здесь пока, к сожалению, не получится еще года три-четыре назад сюда лучше было вообще не приезжать потому что каждый день происходили взрывы здесь очень напряженная атмосфера в связи с тем, что часть народа Белуджи хочет отделиться и создать свое государство которое называется Белуджистан Белуджистан регион, который исторически разделен между тремя странами Афганистаном, Ираном и Пакистаном здесь живет народ Белуджи у них свой язык, традиции и одежда их легко отличить от остальных пакистанцев по необычному огромному дюрбану ассалам алейкум ассалам алейкум какая у вас красивая одежда, а почему вы сегодня так празднично одеты? сегодня 2 марта день белуджской культуры и для нас это большой праздник традиционная одежда Белуджи отличается от шальвар камиза который носят большинство мужчин Пакистана чтобы сшить обычный шальвар камиз используют 4 метра ткани а для наших костюмов нужно 10 метров ткани вот видишь а как он устроен, если я просто одеваю рубаху то вы наматываете, да? нет, так же надеваем, но материала больше а то есть материала используется 10 метров представляете, какой объем а тюрбаны ваши? этот тюрбан называется достарт его делают из ткани длиной 20-25 метров но у наших старейшин тюрбаны из 35-40 метров ткани какие главные заповеди, правила жизни, кодекс чести и закон для всех Белуджи? Белуджи очень гостеприимные и мы очень рады, что вы приехали к нам в Белуджистан не переживайте, здесь с вами все будет хорошо как на вашем языке, на языке Белуджи будет спасибо? Минатвар до свидания, как будет? Аллах михибан Аллах михибан до свидания до свидания Праздник Белуджи Праздник Белуджи – дело серьезное местные отмечают его в первую очередь радуют свой желудок тут важно отметить, что еда здесь – главная достопримечательность здесь мясная столица Пакистана говорят, что это мясной рай будем надеяться, что во время праздника нам все же удастся попробовать необычную белуджскую кухню без предварительного заказа очень неудобно ехать на мотоцикле в сопровождении вооруженного конвоя они не хотят попадать в кадр, поэтому мне нужно ехать сзади и делать вид, что я один все мотоциклисты обгоняют нормально, а я стою в пробке въехал в зад Обычная история – здесь никто даже не останавливается, когда кто-то кого-то в зад догоняет повредил мне, интересно, или нет? нет, целый мотоцикл аккуратно, пожалуйста, мой байк не скучно очень и вот, друзья, мулинарная визитка Белуджистана ассалям алейкум заезжаем во двор привет, пацаны! вот видите, друзья, во двор, куда я приехал, уже нагнали 100 военных условно говоря приехали на заднем плане вы видите, сколько внедорожников, сколько военных это вот так мы работаем в Белуджистане дело в том, что до того, как мы приезжаем в какое-то место это как президентский визит приезжают спецслужбы, приезжают военные, выставляется охрана, периметр потому что здесь такая обстановка ну что, куда идти? где готовят чудеса вашей кулинарии? вот куда идти? видите, все знают, потому что блюдо невероятно знаменитое идем сейчас в уникальное место, друзья, где готовится традиционное белуджистанское мясо и находится оно вот здесь ассалам алейкум меня Дима зовут вас Абдулла, Тахир, Салян вот, мы видим такие ямы, друзья видим, что горит огонь и видим, что мужчина убирает это земля, да? или что это? да, мы готовим под землей это обычная яма, из чего у нее стенки? кирпич и глина в общем, друзья, каждый из нас может сделать у себя такую печь на даче достаточно выкопать яму, обложить ее кирпичом, намазать глиной и вот такая подземная печь готова вкус реально получается очень необычный сейчас понаблюдаем, как происходит процесс приготовления еды и научимся у коренного населения Белуджистана как готовить их настоящую пустынную пакистанскую еду к сожалению, в день праздника кухня завалена заказами но Абдулла пообещал показать процесс приготовления и дать попробовать знаменитый деликатес идемте конечно, внешний вид здания мало напоминает самый популярный ресторан традиционной кухни в городе да и в меню здесь только одно блюдо а вот ингредиенты предлагают на выбор барашки бедные как бы ужасно это не выглядело, но это и есть меню в ресторанах мы не видим живых коров или баранов а здесь это главный показатель качества и свежести мяса его не приносят из холодильника уже разделанным а сразу ведут к мяснику к сожалению, мы все понимаем, что сейчас будет происходить судя по тому, что точится нож для нас такая демонстрация не гуманна но здесь убой животного обычное дело проводится очень быстро и обязательно по мусульманской традиции вот это халяль 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 видите как перед тем, как зарезают животное произносят многократно аллаху агвар потому что это халяльное чистое халяль означает разрешенное или допустимое в исламе особенно это касается пищи есть запрещенные продукты например свинина и даже забой животных проводится по определенным правилам только взрослым мусульманинам исключительно острым ножом и только после произнесения молитвы баранина самый популярный продукт еще курятина в ходу но в принципе баранина номер один разделывается баранина поразительно быстро буквально 2-3 минуты и все уже и шкурку сняли теперь потрошат готово, идем теперь эту тушу несем в жаровню вот видите, вовсю пылает костер и тушу заносят в какую-то комнатушку а, это комната для маринования тушу сначала натирают солью затем маринуют смесью приправ а уже потом фаршируют обычный белый рис, он отварен и вот этой смесью из изюма, орехов я вижу кешью, вижу миндаль будут наполнять барана это такой, вы знаете, плов наоборот плов наизнанку то есть обычно в плов кладут кусочки мяса и баранины, а тут наоборот в барана кладут рис, изюм и орехи затем тушу зашивают толстой нитью при помощи огромной иглы особенность, конечно, мясных блюд здесь в том, что они все очень свежие то есть приходит заказ, убивают животное и сразу готовят это блюдо называется када-кабаб сейчас это самое знаменитое блюдо в Белуджистане готовые туши нанизывают на своеобразный шампур и шашлык по-белуджистански готов к жарке тем временем в яме вовсю готовят угли когда угли готовы убирают те бревна, которые еще не догорели оставляют определенное количество углей потому что сильно много не надо вот сразу несколько ям, это несколько таких подземных печек своего рода тандыр по-белуджистански маринованных и набитых рисом барашков несут жаровню, где они будут готовиться целиком ведь система очень простая там стоят такие металлические распорки каждую тушу надевают на шампур и укладывают в яму вот теперь это накрывают шифером металлическим то есть угли должны быть и снизу и сверху да и края замазывают мокрой землей это земля просто или что другое? это уголь с землей то есть эти по сути герметизируют эту яму чтобы не попадал воздух да, так баран будет готовиться в собственном соку и аромате где-то 3-4 часа и в среднем во сколько обходится такое удовольствие? сколько стоит один барашек? средний баран 17 тысяч 100 баксов это покупают, наверное, на большую семью, на большую компанию потому что деньги немалые да, это на 12-13 человек это блюдо придумали мой отец и дядя 30-35 лет назад шутку приготовили так барана они были голодные и кроме барана ничего рядом не было они выкопали яму и запекли его так получилось очень вкусно о блюде узнали и люди начали просить сделать такую же баранину им поэтому позже мы решили организовать такой бизнес а как это блюдо из обычной шутки вашего дяди превратилось в самое популярное в городе Квета? я думаю это благодаря приправе другие тоже пытались сделать но так вкусно ни у кого не получалось на все воля Аллаха а какой состав приправы, я так понимаю, не раскрываете? дело в том, что маринад умеет готовить только мой дядя из 40 или 45 видов приправ но даже мне не говорит из каких то есть это фамильная тайна, фамильный секрет да, большой секрет это еда на расхват ее заказывают, за нее платят очень большие деньги по местным меркам 100 баксов стоит один баран и это одна из кулинарных визиток Кветы и Белуджистана а что сейчас будет происходить, что вы делаете? мы сейчас будем доставать уже готовую баранину для клиента попробуешь? о, видите, друзья, баранина 4 часа готовилась, фантастика такое есть только в Белуджистане то есть это баран и курица приготовленные в яме по традиционному рецепту попробуй, тебе понравится дает во рту, это про это мясо реально, очень вкусно, очень мягко расплывается буквально по слизистой оболочке не зря Белуджистан называют мясным раем Пакистана здесь существует масса способов приготовления мяса вот это один из самых экзотических и не поверите, это служба доставки вы можете дома через смартфон заказать вот такого барана из ямы или позвонить в службу доставки еды вот уже понесли клиенту чудеса Пакистана, чудеса Белуджистана счастливо вам, всего доброго, пускай бизнес процветает до встречи проголодаюсь, обязательно закажу в интернете нам повезло только увидеть, как готовят знаменитое блюдо за заказами праздничного мяса стоят очереди а вот погрузиться в само веселье не сложно вечером уже циты и белуджи танцуют прямо на улицах города друзья, посмотрите, все сегодня в традиционной одежде ассалам алейкум вы так красиво сегодня все одеты сегодня же день Белуджистана поздравляю ну что, посмотрим, как тут гуляют в том городе, которым всех пугают знаете, что самое важное для меня в любой поездке это обувь, потому что она или поможет вам в путешествии или сделает его адским поэтому, если собираетесь много ходить не ленитесь подбирать подходящую обувь а вот, друзья, мы попали в эпицентр небольшого праздника посреди улицы народ выплясывает покажите, парни, как надо сначала наденем тюрбан о-о-о на меня наливают тюрбан ну что, ребята, теперь танцуем я так понимаю, как на свадьбе надо просто громко кричать и свистеть Вот называется, приехали к Вету в Белуджистан и в первый день попали на праздник. Очень ярко, очень колоритно. И, вы знаете, пока абсолютно не страшно. Это наш традиционный белуджский танец. Этот танец был у нас 200-300 лет тому назад. Мы так танцуем на всех праздниках. И костюм тоже праздничный? Да. А почему мы без костюма? Я бедный человек. Я работаю на тук-туке. У меня нет костюма. А вы богатый? Нет. У меня средний достаток. Понимаешь, сегодня большой праздник. День Белуджистана. И сегодня все, и пуштуны, и белуджи празднуют. Потому что белуджи отмечают пуштунские дни культуры, а они наши. То есть вы как братья? Да. Что ты думаешь про народ белуджистана? Я сегодня первый день, еще ничего не думаю. Тогда добро пожаловать. Белуджистан приветствует программу «Мир на изнанку». То место, которым все пугают, вот так вот встречает. Вот так бывает неожиданно. Жилетки у вас красивые. Это тоже на празднике? Да, это ручная работа. Примерь. Вот смотрите, сейчас из меня сделают настоящего белуджа. Вот. О, это трость. А что это за трость? Это гордость белуджи. Смотрите, очень тонкая ручная работа, дерево. Как правильно опираться на нее вот так? Или держать? Держи. Чем народ белуджи отличается от всех остальных? Наша провинция самая гостеприимная в Пакистане. Мы очень уважаем гостей и хотим, чтобы они к нам постоянно приезжали. Как вас зовут? Иршат Белудж. Эта приставочка белудж добавляется к имени каждого представителя народа белуджи или нет? Да, обязательно у всех белуджей. То есть, если бы я был белудж, то меня звали бы Дима Белудж? Да, Дима Белудж. А если бы я был пуштун? Дима Хан. Вот так вот к имени добавляется приставка в зависимости от того, к какому народу ты принадлежишь. Я похож сейчас на белуджа? Или не хватает белого шевралка миза? А тебе не скажешь, что ты из Украины. Видно, что ты из белуджистана. Если бы были усы, вообще вылитый белуджи был. У меня усы не растут. Просто не брейся. А Саша Дмитриев, оператор, на кого похож? Это пуштун. Белуджи и пуштун и братья. Возвращаю. Но я тоже брат ваш? Конечно. Годи, короче, годи. Вот так вот, друзья. А говорят, что здесь очень агрессивные люди. Не знаю, первый вечер говорит об обратном. Пока. Наше знакомство с разными народами уже не первый раз доказывает, что слухи нужно проверять. Казалось бы, чем может быть опасен кочевой народ посреди пустыни? Но именно от них нам пришлось убегать. Мы вас не отпустим, пока не заплатите. А вот в одном из самых опасных городов по версии СМИ нас встретили очень душевно и тепло. Но забегая наперед, скажу, что эта экспедиция еще не раз нас удивит и по-настоящему шокирует. Смотрите в следующей программе. Мы въезжаем в особенно опасную зону. Почему некоторые районы страны остаются закрытыми? Пулемет. Вот впереди еще военные. Это спецоперация. Мы покажем, что скрывают в глубине пустынь. Я понимаю, что я с большой вероятностью не вернусь обратно. Как выглядит безопасность по-белуджистански? Жесть. Если у меня сорвется нога, это смерть неминуемая. И почему нам впервые за историю программы пришлось остановить съемку? Я говорю, стоп. Дальше не надо. Мы узнаем, по каким правилам живут в опасных районах. Зеркалом осматривают на предмет взрывчатки. Это проверка капота. И в каких случаях иностранец может оказаться в заперке? Есть у этого отеля одна особенность. Негласно его можно назвать отелем-тюрьмой. Иностранец, который приезжает в Квенту, окажется здесь.